Всем здравствуйте! Немножко отойдем от того, как защищать информацию, перейдем к тому, как не валить сайт при каждом релизе. Для начала расскажу немного о нашей компании. Мы занимаемся заказной разработкой веб-сайтов достаточно уже на протяжении долгого времени. У нас уже есть большой достаточно штат разработчиков, которые, ну и большие команды, которые работают в принципе над достаточно крупными проектами. И там среди наших клиентов это в основном какой-то страховой сектор или сектор банковский, где очень важен момент того, насколько высокий аптайм вашего сайта. Потому что некоторые компании, такие как страховые, например, могут попасть на большие штрафы, если у них в течение какого-то времени не была доступна информация на сайте. И их очень заботит этот момент. И поэтому они готовы платить какие-то деньги для того, чтобы аптайм их сайта был высокий. Хотелось бы рассказать про стадии роста, про то, как мы шли к системе управления релизом, через какие этапы мы прошли. И, ну, как в принципе, мне кажется, многие компании это делали, проходили через все эти этапы. Да, первое, что было, это на заре еще времен существования нашей компании, да и в принципе в многих веб-студиях переносился просто код руками или вовсе все делали на продакшене. Когда делали на продакшене, в принципе, проблем с релизом не было. Всегда код оказывался в том месте в нужное время. Иногда просто бывало то, что код не тот или внесли его не так. Но это как бы были уже частности. Потом перешли к тому, что начали делать какие-то тестовые среды, где тестировали сначала разработку, а потом просто переносили все руками. Но и в этот момент тоже возникали достаточно большие проблемы. Либо какой-то возникал отложенный баг, который клиент обнаружил через какое-то время после релиза и сообщал нам. Либо там вообще через месяц какая-то рассылка начала работать по какому-то крон-процессу и обнаружил, что она рассылает не то и не тем. Такие баги возникали. Очень приводило нас в негодование, скажем так. И когда наши проекты росли, росли и сами запросы клиентов. В принципе, приходили достаточно крупные клиенты. И не задумываться о том, как осуществлять релизы, уже нельзя было. И стала проблема того, как же нам сделать так, чтобы все релизы проходили безболезненно. И достаточно качественно, чтобы аптайм был 99,9%. Первое, к чему мы пришли, это к внедрению системы контроля версий. Это нам достаточно помогло в плане того, что мы могли отслеживать, какие изменения в какой момент были внесены, кто их внес, из-за кого этот баг какой-то возник. Да, вторая вещь, это было код-ревью. То есть мы внедрили систему проверки кода после каждой разработки, перед каждым релизом, чтобы проверялись на различные моменты, связанные с тем, что где-то код как-то не так написал, где-то структура классов не та. И мы сразу видим, что кто-то где-то накосячил. Одна была такая история с одним магазином, когда еще до системы контроля версий у нас было, мы просто стояли на сайте Bittrex, сайт компании достаточно крупный, страховой, и там один из разработчиков просто указал пустой фильтр в гетлисте. И там по циклу начал удалять какие-то заказы. Это все оказалось на продакшене, весело там запустилось через какое-то время. Ну и как бы за 30 секунд работы скрипта, понятно, там удалилось немало вещей. Мы там потом долго очень разбирались, как это, кто это сделал, почему так произошло. И там как-то, как не было у нас гета, не было никакого кода-ревью, мы там за неделю справились в принципе с этим, но могли бы сделать все быстрее. Поэтому нужно юзать код-ревью обязательно, особенно если это разработчики, которые только к вам пришли, или вы там им не совсем доверяете, то всегда нужно проверять сделанную ими задачу. У нас этим занимаются темлиды. В принципе, опыт достаточно успешный. Да, и обязательно использовать систему контроля версий. Это вам сэкономит кучу времени. Дальше, с чем мы столкнулись, с изменениями в базе данных, потому что если мы выполняем какой-то большой функционал, неизбежны эти все правки в базе, правки структуры какой-то базы. Если касаемо битрикса, то это там новые инфоблоки, новые свойства и так далее. И там зачастую что-то могло забыться при переносе, что-то могло там не доперенестись. Мы там думали, как же нам сделать так, чтобы изменения в базу накатывались быстро и как бы без проблем. Сначала мы заставляли всех разработчиков записывать все изменения, которые они приносили в базу. То есть они создавали какую-то табличку, туда все вписывали, но все равно они либо что-то забыли, либо где-то в потоке разработки своей они быстро что-то где-то исправили, а на бою потом забыли это сделать. Это как бы кончалось плачевно. И мы начали переходить постепенно к тому, чтобы работать через инсталляторы. То есть мы создали свой фреймворк миграций, небольшой, который помогал разработчику. Ну это небольшие такие скрипты по HP, которые приносили в принципе изменения в структуру базы данных. То есть там использовалось либо какое-то API битрикса, либо какие-то запросы, которые нужно было исполнить. И оно с релизом приходило просто на прот, и эти миграции должны были исполниться. Это нам сэкономило кучу времени, потому что перестали возникать моменты, которые связаны с тем, что забыли что-то перенести и так далее. Со временем мы перешли к тому, что разработчики просто перестали работать в админке битрикса. То есть чтобы что-то там добавить, инфоблок добавить свойства или проставить какую-то галочку, они писали миграции. И им это даже иногда было удобнее, нежели заходить в админку, создавать инфоблок, какие-то настройки прописывать. Все через скрипты было достаточно ясно и понятно. Поэтому использовать миграции это очень круто делать. И со временем мы подошли к определенной схеме релизов. То есть у нас было несколько деф-площадок, которые были подключены к одному BR-репозиторию. Они там пушили, каждый из разработчиков пушил свои задачи в BR-репозиторий, после чего там релизмастер, темлит, он выкатывал это как на бой. Со временем мы поняли, что в принципе схема она хорошая, но чего тут не хватает. И пришли к тому, что не хватает среды, где мы могли бы тестировать перед выкатом на бой все задачи и тестировать не просто на тестовом каком-то окружении, где могут айтишники расходиться, где могут какие-то модули не работать или какой-то модуль не включен и так далее. И мы дошли до того, что нам нужен стейдж-сервер, то есть полная копия боевой площадки с копией базы данных, где можно проводить бизнес-тестирование какого-то релиза. Данная вещь давалась сложно на первых началах, потому что клиенты очень, так сказать, с неохотой предоставляют этот стейдж, потому что это дополнительные ресурсы, дополнительная нагрузка ложится на их DBA-департаймент, который должен поддерживать всю инфраструктуру. И там на каком-то моменте мы поняли, что даже если там стейдж не предоставляет сам клиент, то мы будем просто его делать у себя внутри, копируя как минимум окружение, копируя базу данных, и возможно, если есть в этом возможность, делать какие-то копии и модули, которые установлены там. Поэтому стейдж нужно очень использовать прямо обязательно. Это такая тема, которая поможет вам избавиться от многих проблем, связанная с падением при релизе. Но самый важный момент здесь в стейдже – то, что его нужно постоянно обновлять, потому что если стейдж не будет обновляться, у вас все равно накопятся какие-то изменения со временем, которые могут привести к тому, что на стейдже работать на проде нет. Поэтому его нужно обновлять, несмотря на то, что это очень долго, очень лень, не хочется часто это делать. К этому нужно прибегать, потому что иначе там будете работать, как почта России, доставлять не то и не туда. Поэтому стейдж нужно иметь любой ценой и не жалеть на эту архитектуру каких-то средств. Тут даже достаточно какой-то дев-площадки вашей внутренней сети, необязательно должно быть в DMZ заказчика. Да, ну протестирование на стейдж я уже сказал. Самое интересное, что мы сделали, стейдж часто у нас, у крупных клиентов, находится в DMZ клиенты. В этом случае мы как бы стараемся не пускать туда никаких разработчиков, туда имеет доступ только один темлит, ну и сам клиент. И часто там темлит у нас бывает на каких-то встречах и так далее. И чтобы провести бизнес-тестирование, нужно дождаться было его, дождаться, пока он там выкатит со всех веток на стейдж-площадку и так далее. И тут мы там придумали написать какой-то баш-скрипт, который вы просто, используя хуки гита, при пушке какой-то задачи с дева в BR-репозиторию, он просто сразу же выкатывает на стейдж. В данном случае мы там сэкономили время и привели какую-то оптимизацию. Поэтому тут тоже такой совет, это думать, как оптимизировать систему, избавить там как можно на больше процентов человеческий фактор, который может привести к падению сайта. У нас схема просуществовала довольно долго. Она там, не скажу, что плохая, она очень хорошая, она существует сейчас, но мы как бы хотели большего, мы хотели расти еще больше, поэтому мы начали предлагать нашим клиентам так называемое SLA. Это поддержка 24 на 7 и уверены в том, что сайт будет 24 на 7 их работать и там критичный функционал будет отрабатывать. Этот SLA заключался в том, что если есть какая-то форма, которая приносит большие деньги клиенту, она должна работать всегда. Поэтому мы придумали такую штуку, это писать автоматизированный тест на эти формы, которые бы там перед релизом и не только перед релизом, а в принципе раз в какой-то промежуток времени прогоняли эти формы, в случае какого-то падения просто нам алертило о том, что форма упала или что-то куда-то не записалось, и мы там быстро реагировали, то есть 24 на 7 даже ночью вставали, и как бы исправляли что-то. То есть либо это сервенная была проблема, либо проблема связанная с предыдущим релизом. Поэтому автотесты клево использовать, вообще хороший тон, поэтому юзайте. В процессе вот этого SLA мы постоянно работали над ошибками, постоянно думали о том, как сделать лучше, как этот uptime, чтобы зависел не просто от какого-то запроса, да, там 200 ок и все, а что-то было еще. Там приезжали клиенту, предлагали это, и тут был один случай, когда приезжали на встречу с технарями клиента, и там говорили, вот такие-то идеи, давайте сделаем так-то, так-то, и нам просто технари говорят, типа, а зачем мы же SLA выдерживаем, давайте пока не будем ничего делать. Ну то есть технарям-то как бы, ну SLA выдержит и все, вот если бизнес это услышал, мне кажется, они посидели. Вот, но предлагать все равно надо, потому что много там клевых идей, которые там технари не задумываются, бизнеса, да, а мы там предлагаем и продаем это, в принципе. Вот, но тем не менее, как бы работа над этих ошибок, самый популярный инцидент, который у нас возникал, это было, естественно, релизы. То есть релиз делал там человек, человеческий фактор нельзя было избежать, вот, и мы думали, как же избавиться вот от этих вот релизов, да, больших, неповоротливых. Вот сначала мы думали, давайте релизить с принтами, то есть набирать какие-то задачи, там раз в неделю у нас будет день релизов, или раз в неделю, или в две недели, и после этого там Team Lead, после выполненных задач, проверки там код-ревью, выкатывает их на бой. Схема такая работала, в принципе, ее даже было несложно продать клиенту, но у нас все равно какая-то таилась такое какое-то ощущение, что вот что-то тут не то, потому что там все-таки это бизнес, бизнес, который приносит какие-то деньги, если там клиент приходит, говорит, мне нужна вот эта доработка, мы вчера сели, подумали, давайте сделаем вот такую-то штуку, а мы такие говорим, ну извини, как бы релиз был вчера, мы там через неделю ее выпустим. Ну, конечно, клиент такой не пойдет, он скажет, вы что, нахренели, пойду я сделаю где-нибудь еще. Вот, и мы еще задумывались о времени на релиз, потому что поток задач большой, он там приходил в эту тимлиду, и тимлида иногда там занимала два дня, чтобы зарелизить какую-то вещь, потому что задач очень много, и всех нужно было проверить, скомпоновать в один какой-то релиз. И мы там теряли очень много времени. И там со временем мы начали думать, как же нам сделать так, чтобы у нас релизы проходили без проблем, меньше было человеческого фактора, и вообще там взаимодействие человека вот с этой вещью. И мы перешли к системам Continuous Integration, мы начали использовать TeamCity, который у нас, в принципе, этот процесс релизов упростил. Как этот процесс вообще выглядел? После того, как мы запушили ветку на стейдж, TeamCity отрабатывал запуск миграций, то есть он запускал каждую миграцию одной за одной, и удостоверялся, что она прошла успешно. После этого мы чистили VSDL кэш, если были какие-то интеграции, потому что если мы не почистили бы VSDL кэш, то при выкате уже на бой со стейджа могли бы возникнуть какие-то неприятные инциденты. Ну и происходила минификация кода. Все это происходило в автоматическом режиме, то есть это делало TeamCity, делали еще какие-то доп.башскрипты, которые исполнялись на этом сервере. Дальше шел этап код-ревью, то есть проверялся код-стайл через код-снифер автоматически тоже, собиралась документация по HPDoc, проверялись все скрипты на наличие каких-то консоль логов, еще каких-то вещей, которые были отладочные, забыты разработчикам. То есть эти вещи тоже мы отслеживаем, в случае чего мы алертили, что нужно здесь что-то исправить. Ну и проверяли на безопасность, то есть это какие-то общие вещи, чтобы не было никаких скриптов авторизации в корне, не было каких-то логов компрометирующих, не было там просто какой-то функции авторайз, если в случае в Битриксе. То есть это все тоже нам прилетало в алерт, и мы там реагировали на эти вещи. Дальше проходило уже непосредственно само тестирование. То есть тестирование, юнит-тестирование через PHP-юнит, функциональное тестирование через Selenium, когда прогонялась форма, прогонялась верстка. И интеграционный тест, это тест взаимодействия с шиной интеграции, там SOAP и так далее. Вот, соответственно, и эта вся схема вытекала, вот такой вот элегантный процесс, это когда мы с дева начинали пушили в гид, и когда это все попадало на бой. То здесь вот все эти этапы перечислены, и когда там уже доходило до конечного этапа, что стейдж говорил, что все ок, там все тесты прошли успешно, уже релиз мастер мог там спокойно сказать, окей, все, релизим в продакшн, и мы там можем быть спокойны за то, что релиз пройдет успешно. Вот, нам это дало достаточно хороший прирост. Теперь там у нас на релиз тратится не два дня, а там один час. Иногда там это бывает и больше времени, но тем не менее это уже не занимает целый рабочий день. В большинстве случаев это просто выполнение одной команды гидпул и проверить, что все работает нормально. Увеличили аптайм. Тут можно показать, что не на много, но тем не менее на эти десятые проценты денег меньше было потеряно. Ну и QA мы начали отпускать на обед. Он обрадовался у нас очень сильно этому. И это то, что было до того, как мы начали внедрять систему. И вот то, что стало. В принципе цифра, наверное, выросла не на много, но тем не менее мы стремимся, чтобы она росла еще больше и больше и больше. Что же еще мы хотим реализовать или уже в процессе реализации этого? Это сделать PHP-документатор, то есть чтобы каждый разработчик всегда следовал вот этим принципам, он всегда описывал эти свои функции с помощью вот этих вот вещей, чтобы у нас была уже готовая документация на выходе. И в принципе каждый разработчик мог ознакомиться в случае прихода какой-то задачи с тем, что уже написано. Сделать стейдж для каждого таска, это актуально для таска в какой-то большой разработке, когда нужна стейдж-площадка, чтобы проверить его обособленно. Потому что иногда бывает, что вы выкатываете несколько тасков одновременно на стейдж, они как бы вместе работают, но если вы выкатите какой-то один, он не будет работать, потому что не выкатили еще три. То есть стейдж в этом случае помогает вам их проверить обособленно. Еще больше снизить человеческий фактор, еще больше снизить зависимость задач друг от друга. Авто-кроссбраузерный тестинг – это кроссбраузерное тестирование верстки. Сейчас мы уже начали подходить к этому, мы уже установили себе сервер на Windows, уже подняли несколько браузеров, где тоже проходят какие-то тесты, и уже мы не просто на фантоме JS, на движке каком-то прогоняем это тестирование, а уже начинаем тестировать на реальных средах. Ну и хотим сделать такую удобную вещь, это notification в задаче, чтобы мы там знали, что данная задача прошла, там релиз успешный, или там нужно какое-то реагирование. Вот. У нас там этот процесс занял около трех месяцев, да, четырех. Сейчас мы продолжаем это наращивать, темпы. Но там на моменте вот этого восстановления у нас там всегда были такие мысли, что как бы давайте уже остановимся на этом, что-то очень сложно все идет, зачем нам это, зачем эта лишняя автоматизация, а вдруг там что-то пойдет не так. Эти моменты были, но как бы мы там понимали, что у нас-то цель есть еще более глобальная, цель-то в том, чтобы сделать, ну, человеческий фактор вообще убрать из этой схемы, а чтобы там всегда задача, которая сделана разработчиком, она была тестирована качественно по одному сценарию, никаких не было отхождений или послаблений в том или ином случае. Ну и просто мы решили, что как бы давайте цель поставим, мы просто будем идти к ней, там невзирая ни на что. Вот. Поэтому спасибо за внимание. Готов выслушать вопросы. Спасибо. Я вам задаю сначала вопросы из онлайна, потом уже собственные. Сколько релизов в день делаете? То есть у вас есть время, я так понимаю, что релизы там в течение недели, это понятно, а вот есть ли там максимальное, наверное, количество в день? Все от проекта зависит, если там функционал какой-то… Ну, у нас есть, надо понимать, там техподдержка, какая-то разработка, да, там по техподдержке задачи бывают очень маленькие, бывают очень большие. Вот если очень маленькие, то там бывает по каких-то там, ну, один выкат точно в день он будет, да, то есть когда за день накопятся эти задачи, там в конце дня уже там там Team Lead или релизный мастер, они просто их выкатывают на обои, как бы проверяют, что все нормально. Вот. Поэтому, да, бывает там раз в день, бывают какие-то какие-то проекты, на которых нет таких Continuous Integration, как Team City, да, ну, нет нужды в этом, там слишком дорого, но там бывает, там у нас Team Lead релизы, ну, часто достаточно, там по пять, по шесть релизов в день не бывает. Но в основном мы постараемся придерживать того, что задачи копятся в течение дня, если там есть необходимость, там они релизятся просто. Ну, то есть 5-6, это когда обусловлено реально таким темпом разработки, или это когда какой-то форс-мажор, когда требуется там, может быть, какие-то хот-фиксы или еще что-то? Ну, это темп, то есть это там приходит столько задач, например, и клиент говорит, что нужно вот выкатить сейчас, но бывает, это хот-фиксы, да, которые все равно нужно там протестировать на дев-площадке и выкатить их, чем можно скорее, тем лучше, да. Вот иногда это, да, бывают такие задачи, которые очень быстро нужно зарелизить. То есть по-разному бывает, в принципе, там, от проекта в проект, мне кажется, может число вообще меняться разительно, то есть нет такой статистики у меня сейчас. Так, еще вопрос, сколько у вас юниты Selenium тестов и как часто новые добавляете? Ну, Selenium тесты у нас как минимум покрывают все формы, да, если говорить о страховом секторе. То есть как формы… Порядок. Порядок. Сколько, может быть? Ой, ну у нас бывает там от 10 до 20 вот этих форм, то есть там на разных клиентов. А на одного клиента вот у нас сейчас максимум это вот 10 тестов, есть Selenium, которые прогоняют эти формы перед релизами. Немало? Пока нет. Пока хватает. А юнит тестов сколько? Юнит тестов мы тоже еще используем не везде, то есть у нас стараемся так делать, чтобы каждый класс был покрыт по хп-юнит тестам. То есть у нас разработчики, есть разработчики, которые там следуют методологии разработка через тестирование, и они там сначала тесты пишут, а потом разрабатывают. И в этом плане там он, ну там, эти разработчики стараются все, каждый класс там, в случае, ну если это возможно, сделать тест на него. то есть тут зависит от вот такого фактора. А тут еще особо внимательные люди слушали похожий доклад на нашей партнерской конференции, сравнивали туду, которые были, ну вот, соответственно, там, в январе и сейчас. А списки похожие, реально, что вот, ну короткий период времени, в общем, по большому счету прошел, но что-то уже изменилось в процессе? Ну сейчас у нас больше вот идет вот именно развитие, да, работы с TeamCity, развитие просто эскалирования на разные проекты. То есть мы там, когда это еще говорили на прошлой конференции, это было тестирование на очень большом количестве проектов. Сейчас, например, там миграция у нас используется везде, да, то есть мы уже начинаем расширять вот этот, на остальные проекты. Если говорить о списке, да, туда, то мы начали уже идти к кроссбараузерному тестированию. То есть мы уже там ставим какие-то себе машины виндовые, которые автоматически будут там прогонять на разных браузерах верстку в соответствии, ну, что она корректно отрабатывает. То есть мы там идем потихонечку, и все так быстро. Насколько часто бывают ситуации, вообще бывает ли, когда какой-то очередной выкачанный релиз, понимаете, что надо откатить? Особенно если там это касались изменения базы или чего-то подобного. Ну, бывали, конечно, что делать, откатывали. А вот реально у вас есть практика, что вы принимаете решение и откатываете, или, то есть как происходит процесс принятия решения, что в итоге выйдет правильнее, дешевле и по времени, и по там оптайму, по всему чему угодно, по функционалу, либо сейчас срочно все это понимать, что сломалось, и фиксить, и выкатывать все-таки дальше новые ход фиксы, или же, что нет, все плохо, и мы откатываемся. Вот как процесс принятия вот этого решения происходит? Сложное решение. Да, но тут зависит от того, что является первопричиной этого решения. Если говорить клиент, что мне тут не нравится, как вы реализовали это, давайте откатимся, то тут как бы мы работаем с ним, либо мы там давайте просто поправим через какое-то время, не критичная эта правка, и там мы релиз не откатываем, то есть он оставляется, мы потом просто накладываем какие-то изменения. А есть моменты, когда мы выкатили, и вот эта вся схема все-таки не сработала, что-то сломало, что-то упало. Да, вот именно так. А в этом случае, конечно, вопросов нет, мы сразу откатываем все задачи и дальше продолжаем тестировать на стейдже. То есть ищем, в чем была причина, как это можно было там исправить, почему это произошло. А если вот этот откат будет реально сложным, если там были большие изменения базы, там структуры, таблиц, еще какие-то вещи? Ой, ну вот таких вот на моей памяти как бы, может там у ребят, конечно, есть еще у нас такие вещи, но я вот такого не помню, чтобы было. К счастью, не было. К счастью, пока такого не было, чтобы можно было откатывать, но нужно было так сложно откатиться. Думаю, что задачи делают с разработчиками. Часто, ну, довольно часто разработчики, когда делают задачу, они думают только об обратной совместимости с базой, и не предполагают того, что тикет можно откатить. Ну, то есть с базой, в принципе, обычно все-таки более-менее понятно, а вот, например, с кэшами уже не так хорошо. Если вы сбрасываете, то будет нормально. Если вы не сбрасываете, то, например, откат сайта может ничего не изменить, например, у вас все равно ничего не будет работать. Нет, тут про сброс кэша, тут имелось в виду именно VSDL кэш на сообщении, потому что очень, ну, у нас были такие прецеденты, когда, ну, сервис разрабатывает сторона заказчика, она разрабатывает свой сервис, который нам предоставляет VSDL, где мы потом по этому VSDL интегрируемся с ними. И на стейдже часто бывает, что эта VSDL-ка была закэширована. И когда мы прогоняем там этот функционал на стейдже, а клиент нам не сказал, что он внес какие-то изменения в это и так далее, у нас бывают такие ситуации, что на стейдже работы привыкнуть на бой нет, потому что у нас VSDL-каш не был сброшен. То есть здесь именно про вот этот сброс кэша был. Ну, а я вот про вопрос? А? Про мем кэш? Не знаю, ну тут… А в чем вопрос? Что… А, в утверждение? Ну да. Ну, возможно. Сугубо практический вопрос. Как пишете скрипты, собственно, накаты изменений баз данных? У нас есть такой фреймворк, который упрощает это дело, но в основном мы используем API битрикса. То есть это… Они под битрикс. Есть вещи там SQL-ные скрипты, которые какие-то индексы накатывают дополнительно, да, в случае необходимости. Но это просто какой-то скрипт. Тут больше нужно понимать, что миграция у нас скорее там не какой-то скрипт, а больше вот некие стандарты, да, того, что вы там не лазите руками в админке, да, не делаете, а каждое изменение делать через миграцию. Как их делать? Можно по-разному. Можно просто PHP скрипты на голом API битрикса, да, писать. Можно, не знаю, какие-то еще вещи придумывать. Но тут важно понимать, что каждое изменение в базе, оно должно проходить через вот этот скрипт. Если там оно не будет так работать, и разработчики не свыкнутся с той мыслью, что забыл про админку, делаю только скриптами, то как бы тут хоть 10 фреймворков напишите, оно не будет работать. Нет, это понятно, но скорее вопрос про то, когда вы выкатываете какое-то большое, очень серьезное изменение, требуется там изменение структуры, таблиц, еще что-то, и иногда просто банально на API не сделаешь, и требуется действительно скрипт какой-то миграции, там вот это изменение структуры. Вот эти вещи, как вы автоматизируете, выкатываете, в общем, потому что сама процедура изменения, тот же там alter, в зависимости еще от версии MySQL, может выполняться достаточно долго. Есть какие-то нюансы, практики? Ну, на моей памяти не встречалось таких практик, в основном все, ну, нужно, можно было реализовать на стандартном API Bittrex, или вот там, если индекс проставить, просто alter table, который в принципе там работал на этих версиях, поэтому такого я не встречал, что там было, были там выкаты, где там находилось там очень много миграций, да, там больше 40, есть такие, были такие у нас релизы, когда просто там сидишь с этим миграцией, либо там запускаешь, да, чтобы, не дай бог, что-то не рухнуло, либо как бы вот Team City просто их выполнял. Такие вещи были, но того, чтобы как бы такого, что нельзя там, нюансов таких, я вот не встречал на своей практике. Может, в будущем они придут, но пока нет, пока не было необходимости что-то думать в этом случае. А все ваши вот эти инструменты, они учитывают системное ПО, собственно, окружение, на котором они работают. Ну, просто банальный пример про тот же там Alter, они в MySQL 5.1, 5.5 работают плохо, начиная там с 5.6, они работают уже чуть лучше, потому что там они сделали онлайн там DDL, и те же Alter Table, особенно в больших таблицах, проходят гораздо более плавно, мягко, с меньшей нагрузкой на систему. Тут нужно понимать, что мы стараемся даже DevSred'ы как-то все-таки по окружению соотнести с тем, что есть на Production. Также у нас есть Stage, который является полной копией точно по версии модуля. Поэтому тут как бы вот эти вещи, они просто протестируются на Stage, отловятся. Если в случае там какая-то проблема была, то мы как бы сразу заметим и будем на что-то думать уже на этих вещах. Понял, спасибо. Может быть, еще у кого-то из спикеров, если есть вопросы, из онлайна пока все. Если все, тогда спасибо за доклад.